Приветствую. Добрый день, очень приятно. У нас, как бы помнишь, еще была тема поиграть в шахматы, мы собираемся. К сожалению, в этот раз не взял их. С удовольствием, с удовольствием. Шахматы хорошее дело. Первый вопрос, самый главный. Скажи, вот творчество, это то, что в тебе зрело с самого детства, ты занимался этим с самого детства, или ты к этому пришел, уже в процессе став, вырос он став, уже какое-то явление было в твоей жизни, которое привело к тебе? Нет, это с детства не проявилось, но, скажем так, вообще все, что касается меня и моего, скажем так, творчества, но все, конечно, не укладывается в какие-то стандартные рамки. Довольно поздно пришло в моей жизни поэзия и творчество, скажем так, на излете, наверное, четвертого десятка, но ощущение, всю жизнь у меня было ощущение того, что у меня есть что-то внутри, требующее, скажем так, реализации и ощущение того, что вот та работа, бизнес, которым я занимался, это была как бы работа, ну, как бы ради работы, а вот для души, скажем так, для вот каких-то, для развития, для личностного какого-то развития, мне казалось, что внутри что-то есть, но оно как-то, вот знаете, как не давало себе знать, не давало себе знать. А вот какие-то вещи, которые произошли в моей жизни, какие-то эмоциональные, знаете, как обычно бывают, они дали, наверное, толчок и появились первые четверостишья, значит, на листочках бумаги, сейчас, конечно, когда я их читаю, я понимаю, что это было очень просто, ну да, это очень просто было, это как в школе первый класс, скажем так, вот, а со временем все это стало, все это стало очень, значит, такие значимые размеры, скажем так, и сейчас поэзия, это не мое хобби, это вот что-то очень важное для меня, и я хочу этим заниматься, хочу развиваться в этом направлении, хочу учиться еще и дальше этому, вот, хочу посвятить, ну, скажем так, хочу посвятить этому, можно даже так сказать, хочу посвятить этому свою жизнь, потому что, ну, мне кажется, я, конечно, надеюсь, это не существует за нескромность, что у меня получается, что у меня получается как-то найти отклик у читателей, значит, когда, вот говорят поэзии, это когда читатель чувствует какие-то эмоции внутри, когда ты смог до души достучаться, когда ты смог донести какие-то эмоции, может быть, это не так технически грамотно, может быть, это не так красиво в ритме, в рифме и так далее, вот, а уже совершенствоваться и развиваться, чтобы это было и эмоционально, и в то же время профессионально и так далее, ну, я хочу этим заниматься дальше и, как бы, посвятить этому свою жизнь, а вот единственное, что могу сказать, я всегда любил читать, вот, и в детстве, и в школе, литература, это был мой любимый, один из моих любимых был предметов, я всегда любил читать, сейчас большой выбор, мы сейчас видим, что большой выбор литературы, сейчас проблем с этим нету, а в моё время с этим были сложности, и я помню, что все мои соседи, все мои знакомые, друзья, родственники, они, ну, в кавычках, страдали от моей настырности, я приходил, брал книжки, читал запои, мне очень нравилось читать, вот, и тогда еще была такая, если, может быть, ты застал такое время, когда сдавали макулатуру, вот, и я по всему району ходил, там собирал макулатуру, давали такие квиточки, вот, и был такой пункт приема этих квиточков, надо было выстоять очередь там, вот, потом еще по времени подождать и, вот, какие-нибудь книжки, там, Александр Дюма, там, Стендаль, там, разные там еще были, там, классические, да-да-да, вот, наша русская классика, то есть, Кушкин, Лермонтов, там, Толстой, там, все вместе, вот, я зачитывался этими книжками, конечно, любил читать, а вот таких вот проявлений, прям, что это что-то будет, не было, к сожалению, и к счастью. А у тебя, вот, стихи, как бы, вот, есть национальная еще тематика у тебя, адыгская, да, или ты не, как бы, не разделяешь это? Нет, тут, как сказать, я вообще, я родился и вырос в Краснодаре, но, конечно, и, безусловно, я помню, и знаю, и горжусь тем, что я адыг. Писать в рамках только национальной тематики, я не то, чтобы не хочу или хочу, просто это немножко, вот, в моем случае, это не совсем зависит от меня, то есть, это, вот, какие-то внутренние ощущения, это какое-то состояние, вот, это какое-то сиюминутное состояние, какое-то происшествие, которое, какое-то событие в жизни, которое на меня, как бы, произвело впечатление, какие-то общения с какими-то людьми, я не знаю, какая-то музыка, там, пейзажные зарисовки и так далее, и так далее, вот, но, еще раз повторюсь, конечно, я помню и периодически, как бы, пишу стихотворения о наших обычаях, о наших людях, о нашей красивой природе. Вообще, в моих планах, вот так же, как ты делаешь этот фильм, очень хороший, значит, в моих планах выбрать время и недели на две поехать в наши красивейшие места, которые у нас есть, и район Лаганаки, и там, вот, где наши пещеры, где наша самая красивая плата, горы, вот, и там, вот, в этой, скажем так, вот, в этой природе, вот, в этой, в этом окружении, мне кажется, вдохновение просто не может не появиться, да, поэтому, вот, хочу цикл стихотворений написать, посвященный нашей Адыгеи, а вообще, еще в планах замахнуться, даже, вот, у меня в планах, на балладу, вот, историческую балладу, потому что, к сожалению, сам Грешин не знаю, как это нужно, я бы сказал, как это надо было бы знать свою историю своего народа, да, ну, стараюсь, конечно, интересуюсь, но, и, вот, хотелось бы, вот, такого плана написать балладу, вот, которая, вот, могла бы немножко, может быть, приоткрыть завесу некоторых вещей, которые проходят в жизни нашего адыгского народа, черкесского народа. Ну, давай по планам чуть-чуть попозже. Скажи мне еще вот такой момент. Заметил, ты часто устраиваешь своего рода благотворительные встречи, да, то есть, какие-то творческие вечера, наверное, да, где, как-то, как ты это, вот, как механизм со мной работы, ты привлекаешь каких-то благотворителей? Ну, сказать, что, сказать, что прям часто, наверное, это, но я, я совсем, ну, не так давно, как бы, общаешься с людьми, смотришь, что происходит вокруг, я недавно прочитал выражение чьё-то, сейчас не вспомню, ну, думаю, не так принципиально, и оно мне очень нравится, оно, как сказать, я полностью, во-первых, согласен с ним, и, во-вторых, могу подписаться под каждым словом. Среди нас неравнодушных людей гораздо больше, чем мы себе можем представить. Вот, идея творческих встреч, этот проект, который вот я запустил не так давно, она первоначально была направлена на то, чтобы просто встречаться с подрастающим поколением, то есть это наши школы, гимназии, высшие учебные заведения, какие-то другие, значит, информационные площадки, где можно было общаться с вот с ребятами о литературе, о поэзии в неформальной обстановке, абсолютно, ну, скажем, не строгой, не, это самое, не привязанной к ничему. Диалог. Да. И вернуть такие, вот в процессе, это главная цель этого всего мероприятия, проектов этих, а вернуть, попытаться, конечно, вернуть интерес, значит, молодых ребят, учеников и, там, студентов и так далее к живому чтению, к живой книге, потому что, ну, не секрет, что мы живем в век электронных гаджетов и живую книгу, скажем, ну, редко, вот сейчас встретишь в транспорте, где-нибудь в каких-то местах, чтобы человек читал живую книгу, а я считаю, что, ну, это совсем другое восприятие мира, это совсем другое ощущение, это совсем другие эмоции. И хотелось бы вернуть ребятам это, тем более я на этих встречах, вот уже провел я некоторое количество встреч, я заметил, что ребята живо интересуются литературой, и я был в некоторой степени даже удивлен, какие глубокие знания некоторые имеют, даже, вот, там, 10-12-летние ученики читают наизусть наших русских классиков, есть ребята, которые сами пытаются писать, причем вполне неплохо, ну, конечно, работать надо над этим, вот, а потом из этого проекта каким-то естественным образом проистекла ситуация, когда я, ну, как бы через сети или как-то там увидел, значит, что у нас есть детки не совсем благополучные, у нас есть, как сейчас говорят, детки особенные, у нас есть много других ситуаций, и я решил, что, ну, особенных возможностей, может быть, у меня нету, но какая-то, может быть, ну, небольшая, так можно сказать, узнаваемость, вот, люди, с которыми я работал, люди, которые меня знают, там, по бизнесу или просто по творчеству, я пытаюсь привлечь кого-то для того, чтобы они, как бы, вот, поучаствовали в тех проектах, в которых я, это самое, пытаюсь участвовать. Вот, на следующей неделе я поеду, у нас есть такой в Краснодаре, значит, центр для особенных детишек с ДЦП, называется Ангелы Кубани, вот, и выступлю там с небольшим таким творческим, скажем так, ну, мини-концертом, так это самое, скажем, вот, причем это выступление на это самое направлено не только для детишек, но и для их мам, потому что это, ну, не секрет, что это просто героические люди, которые вот практически 24 часа в сутки занимаются ребенком, и мы не представить себе очень сложно, насколько им физически, морально и психологически тяжело, поэтому директор центра мне так и сказала, что, ты знаешь, ты сделаешь, скажем так, да, и для мам, вот, и, как бы, я приеду не с пустыми руками, я привезу, скажем, небольшие сладкие подарки для детишек, чтобы их немножко порадовать, вот, эти подарки мне предоставили компании, которые занимаются вот новогодними подарками сладкими, сразу скажу, они меня не знают, я просто обратился как-то вот неофициально, просто вот по сети через там какие-то контакты, объяснил ситуацию, и я был очень приятно удивлен, я им очень, значит, благодарен за это, вот, и хочу сказать еще раз, что неравнодушных людей среди нас очень гораздо больше, чем мы себе можем представить в этом направлении, хочу тоже продолжать это дело, вот, то есть творческие встречи сами по себе, общение с, это самое, со школьниками, общение со студентами, авторское чтение своих стихов, стихов, классиков наших русских, вот. А как реагируют? Есть какой-то правосвязь? Да, во-первых, я хочу сказать, что энергетика от детей сумасшедшая, это просто вот что-то невероятное, вот этот процесс, вот, это, я даже могу сказать, что может быть, не может быть, а вот это точно, что я выхожу после этих выступлений, после этих творческих встреч, вовлечь, ну, с какими-то вот новыми планами, какой-то вдохновленный, какой-то вот воодушевленный, потому что, ну, если найти общий язык с аудиторией, скажем так, вовлечь ребят вот в этот неформальный разговор, вот в это общение, то, ну, я просто плюсов гораздо больше. Я иногда думаю, что мне это нужно больше, чем им, потому что, еще раз повторюсь, это настолько эмоционально, настолько это интересно, и когда ребята в этот разговор входят, я же говорю, есть люди, которые, дети, которые читают свои стихи, начинают, значит, декларировать, я прошу, вот, и я смотрю, очень-очень интересные есть дети, есть дети, которые читают какие-то уже философские, в таком вот, там, 10-12-летнем, это самое, философские книги, вот, есть дети, которые, в общем, у нас много одаренных детей, мне кажется, вообще не одаренных детей нет, просто наша задача найти это и каким-то образом, скажем так, дать возможность реализовать, этим просто надо заниматься, этим просто надо заниматься, поэтому все эти встречи проходят, конечно, безусловно, на совершенно безвозвездной основе, если есть возможность, такая, интерес, я в каждой библиотеке оставляю несколько экземпляров своего сборника, но дело в том, что просто сборник стихов мой, он, скажем, в возрастном отношении, может быть, слегка повыше, поэтому я в данном случае, ну, не то, чтобы не настаиваю, я понимаю, что ребята, может быть, некоторые стихотворения еще им рано и, может быть, не поймут, но если библиотеки, как бы, находят какой-то интерес, то, конечно, я со своей стороны, несколько экземпляров всегда мне приятно, вот, оставлять, и этот проект хочу развивать, и творческую его, скажем, такую составляющую, и, вот, как ты сказал, ну, такое вот направление благотворительное, ну, надеюсь, что у меня получится, хочу тоже вот в этом направлении. Это, вот, хождение, как бы, народ, малый, и теория малый день, да? А через это, наверное, надо, если наши же, если вспомнить историю наших русских классиков, они же многие ходили, да, многие, они, многие, почему большие, так сказать, ну, я так иногда задумываюсь, самые такие, может быть, творения того же Пушкина, Толстого, они почему были, вот, ездили в усадьбу, в имение, поближе, ну, скажем так, к природе, к людям, то есть, мне кажется, если ты хочешь, если ты пишешь для людей, ты должен их понимать, ты должен, поэтому, да, сейчас мы живем век электронных гаджетов, век, так сказать, интернета, и можно оттуда общаться, но все-таки живой вообще ничего не заменит. Я пытаюсь как-то подстроиться эти подсовременные веяния, там, и тоже пытаюсь продвигать свое творчество, конечно, в социальных сетях, но живое общение, еще раз повторюсь, это ни с чем не сравнить, это нужно, мне это нужно, ну, надеюсь, что это нужно и тем, там, твоей аудитории, к которой я вот выхожу. Спасибо. Значит, единственный у меня еще вопрос, который пока я не забыл, хотел обязательно спросить, ну, наверное, не последний, но такой главный. Собственно, планы, вот ты говорил, вот, там, хочешь балладу писать, хочешь авторские проекты, ну, это, как бы, такая длинная, да, перспектива, а в короткой перспективе у тебя есть какие-то, допустим, может быть, сборники или встречи, которые ты вот в ближайшее время планируешь, которых могу уже объединить? Ну, пользуясь случаем, я хочу сказать, я хотел это, как бы, анонсировать, может быть, чуть позже, но раз у нас состоялся такой разговор, пользуясь случаем, хочу анонсировать в самое ближайшее время, ну, точную дату я озвучу, потом можно будет, значит, там, или в социальных сетях, и в интернете, там, в средствах массовой информации, где-то можно будет увидеть, в самое ближайшее время, ну, может быть, в течение месяца состоится литературный вечер, литературно-музыкальный вечер, вот, на котором я хочу выступить со своими некоторыми стихотворениями своего сборника, который в прошлом году вышел, вот, есть, но будет новое стихотворение, которое я, как бы, за последнее время написал, вот, я сейчас не готов сказать точно, но я надеюсь, что мы успеем даже записать пару песен на те тексты, которые я написал, сейчас я работаю с некоторыми музыкантами на эту тему, хотел бы презентовать, это будет мой первый опыт, я тоже, вот, в этом направлении пытаюсь, как бы, развиваться, вот, у меня некоторые тексты, ну, первоначально мне сказали, что тексты очень такие, скажем, лиричные, музыкальные, и почему бы где-нибудь попробовать, сам, я, честно говоря, об этом не задумался, я действительно пообщался со специалистами, с авторами, с музыкантами, профессионалами, вот, и сказали, что да, можно попробовать, и вот сейчас мы, несколько вот таких текстов в работу, я, как бы, мы пытаемся от ними работать, надеюсь, что мы успеем, и сможем, как бы, публике их предъявить, поэтому, пользуясь случаем, всех приглашаю, это будет, ну, я надеюсь, это будут два часа хорошего настроения, поэзии, музыки, вполне возможно, что будет фуршет, то есть должно быть интересно, конкурсы, викторины, обязательно будут призы, обязательно будут призы, большое спасибо тем партнерам, которые меня поддерживают, которые помогают мне в этих творческих начинаниях, поэтому, от всех души, всех любителей поэзии, хорошего настроения, и хорошего времяпровождения, приглашаю заранее на это мероприятие. Вы следите за объявлениями, у нас обязательно появится анонс, и будут все ссылки, где можно будет почитать стихи, и посмотреть, когда люди, где будут проходить эти мероприятия. Кстати, почему мы вот здесь, вот, ресторан Екатерин Андар довольно старый ресторан, я помню, здесь еще Виталий Боннер-декция проводил, мне интересно, почему здесь. Знаешь, Виталий, есть такое выражение, человек возвращается туда, где ему было хорошо, я хочу сказать, что в этом ресторане, во-первых, этот ресторан сам по себе мне очень нравится, это действительно один из самых старых ресторанов города, ресторан со своей, значит, историей, ресторан со своим узнаваемым лицом, где работают, мне кажется, очень профессиональные люди, кроме того, это в этом ресторане проходила презентация моего сборника стихов, конечно, это событие не может, как бы, остаться незамеченным, я все время об этом, это было одно из, может быть, самых важных событий в моей жизни, вот, и хочу сказать, что с этим рестораном теперь нас связывают партнерские отношения, вот, и надеюсь, что это наше взаимное, скажем, партнерство продлится и дальше, вот здесь, как я уже сказал, работают очень профессиональные и неравнодушные люди, очень приятно общаться с человеком, с которым ты на одной волне, и должен сказать, что руководство ресторана, оно, вот, приветствует такие вот творческие начинания, какие-то совместные проекты, я иногда вижу, значит, по, так сказать, сети интернета, что здесь проводятся и другие мероприятия, здесь выступают какие-то творческие коллективы, исполнители, здесь проходят, это самое, презентации, связанные с этикой и воспитанием, значит, связанные с тем, как себя вести за столом для детей, для взрослых, то есть хорошие, это самое, целая, как бы, академия, можно в хорошем смысле слова, поэтому, вот, и мероприятие, про которое я анонсировал, тоже состоится здесь, поэтому, вот, как бы, да, поэтому, и мне показалось, что будет правильно, если мы проведем, значит, нашу встречу, наше интервью вот в этом месте, в котором мне, я вот, не побоюсь этого сказать, всегда рады, и я, конечно, это очень ценю, и еще раз повторюсь, надеюсь, что, как бы, наше сотрудничество продлится еще долго, вот, здесь, вот, даже то мероприятие, которое было в прошлом году, презентации, настолько прошло на высоком уровне организационном, на высоком уровне обслуживания и всего остального, что, ну, нет смысла искать, вот, добра от добра, как говорят, да, поэтому я и хочу, как бы, сказать, что вот в этом месте, ну, мне показалось уместным провести встречу вот в этом месте. Подходим к концу интервью, и хотелось бы, конечно, напоследок, раз уж мы много говорили о твоем творчестве, попросить тебя, возможно, какой-нибудь стих, декламировать своего творчества. По памяти попробую воспроизвести, недавно писал стихотворение, которое как раз вот к мероприятию, и вот как раз будет, скажем так, выражать вот то состояние, которое иногда меня побуждает вот встречаться с, так сказать, вот в эти встречи, живое общение с читателями, со зрителями, можно сказать, и так далее. Немножко волнуюсь, поэтому, если же тебя за это сообщение... Стоящий поэт всегда. Да, значит, погасли свечи, занавес опущен, Но не грусти, мой зритель дорогой, Надеюсь, я в недолгий век отпущен, Еще не раз увидимся с тобой, Еще не раз зажгут, как пламень вечер, Окутав залу строки средь тиши, Прольется музой и падет на плечи Признание обнажившейся души. Спасибо. Спасибо, тебе спасибо за внимание. Следите за новостями обязательно, И всем до новых встреч, всем пока. Всего хорошего.